Представители России и Беларуси обсуждают возможность строительства на Белорусской АЭС третьего энергоблока, сообщили в правительстве Российской Федерации в понедельник. Заместитель премьер-министра России Александр Новак провел рабочую встречу со своим коллегой из Белоруссии Петром Пархомчиком. В рамках этой встречи в том числе обсуждались вопросы сотрудничества в области атомной промышленности. О том, как развивается ядерная энергетика в нашей стране, а также о том, как отсуществляется радиационный контроль на территории Белоруссии, говорим прямо сейчас в программе «Мнение». Это «Беларусь 4 Гомель», меня зовут Михаил Садовский, здравствуйте. С нами на связи депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Жанна Чернявская. Жанна Николаевна, добрый день. Добрый день. На минувшей неделе стало известно, что эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих АЭС в период по 31 мая проводят совмещенный предварительный визит первой эксплуатационной партнерской проверки белорусской АЭС и наблюдают за работой персонала блочных пультов управления на полномасштабном тренажере учебно-тренировочного центра. Вот, ну, зная ваши компетенции, позволю себе спросить, насколько плотно реализовано конкретно в данный момент сотрудничество в вопросах атомной энергетики конкретно с Российской Федерацией? Конечно же, очень плотно, учитывая, что это российский проект, и учитывая, что уже с самого начала, а это буквально с 2008 года, между Республикой Беларусь и Российской Федерацией были подписаны ряд серьезных соглашений, начиная с того, что нужно было сформировать нормативно-правовую базу, то есть фактически положить в план, что мы должны делать, по какому направлению двигаться. Ну и соглашения в первую очередь договаривались о сотрудничестве в вопросах обсуждения проектирования, впоследствии уже строительства атомной станции, безопасности, были в последующем уже соглашения о перевозке, значит, топлива, потому что, опять же, российский проект и обогащение урана, конечно, происходит на территории России и уже доставляется сюда к нам. Было соглашение о том, это буквально вот уже в последнее время, об отработавшем топливе, потому что станция уже заработала и понятно, что, может быть, не сразу, этот момент, конечно, будет чуть позже, через несколько лет, лет через 10, но тем не менее. И, вы знаете, надо отметить, что начиная с 2008 года по 2012 год, когда был подписан генеральный контракт на сооружение Белорусской АЭС, вот после этого уже была создана, наверное, нормативно-правовая база от строительства и заканчивая эксплуатацией и уже вывода из эксплуатации атомной станции, хотя она рассчитана на 60 лет, и если будет хорошо обслуживаться, и будет обслуживаться, потому что это безопасность в первую очередь, то можно сроки эти немножко продлевать. Поэтому база создана, и вот то мероприятие, которое проходит сегодня в совершенно уникальном центре на атомной станции в Островце, как раз и показывает, что это один из пунктов тех мероприятий или соглашений, которые были предварительно оговорены, и на сегодняшний день вот оно все это выполняется. Жанна Николаевна, небольшой уточняющий вопрос, но вот на мой дилетантский взгляд в вопросах атомной энергетики порой кажется, что вот за вот эти, ну, давайте так говорить, 15 лет, да, по вопросам взаимодействия Российской Федерации и Республики Беларусь в вопросах атомной энергетики, вот, наверное, эти отношения можно ставить фактически в пример и брать за образец, как считаете? Конечно, это уникальный пример партнерства, дружбы, взаимного сотрудничества, развития двух стран, и это как нельзя сегодня для других наших, ну, бывших Республик Советского Союза, наших партнеров, это серьезный пример, потому что они уже сегодня берут за основу, и тоже в конце 2023 года представители стран СНГ собирались как раз на атомной станции, и, представляя там свои интересы, смотрели, что было сделано с нашей стороны, как это было построено, и в целом уже разбирались, что необходимо сделать, сколько это будет стоить, ну, и как проект, значит, естественно, российские проекты на сегодняшний день это самые безопасные проекты, что тут говорить, есть несколько систем защиты на самой атомной станции, есть активная и пассивная защита, то есть это формат, когда без участия человека, то есть атомная станция сама работает, либо, значит, активная, когда может участвовать оператор или человек для того, чтобы где-то какие-то вопросы. Но, тем не менее, вот впечатляет, любой вот может зайти человек на сайт атомной станции, просто посмотреть, там очень подробно и выложена картинка, какой формат защиты на атомной станции, и это очень интересно и познавательно для всех, даже для тех, кто не специалист. Жанна Николаевна, действительно, Беларусь ничего не скрывает, поэтому следующий вопрос, если позволите. Вот знаю, когда готовился к программе, наткнулся на новость, что делегация Белорусского госатомнадзора во главе с начальником в эти дни принимает участие в международной конференции по ядерной безопасности, формируя будущее, которое проходит по 24 мая в Вене, ну то есть до пятницы. Как считаете, почему атомная энергетика – это вот та сфера, по линии которой никогда не прекращается сотрудничество, не нарушается, даже в условиях, ну будем говорить, достаточно смелой правде в глаза, смотря во время конфронтации откровенной Запада и Востока? Скажу так, самое основное и заглавное здесь слово, понятие, может быть, смыслы, которые заложены, это безопасность для всей планеты, непосредственно для той территории, где находится эта атомная станция, да, и все должны понимать, разницы нет, где человек находится, в Германии там или еще где-то, да, они же понимают, что любая атомная станция, если вдруг что-то случится, то, естественно, это будет удар нанесен по многим странам. Ну и вы знаете, на сегодняшний момент я уже неоднократно, наверное, говорила, что несмотря на все санкции, несмотря на все конфронтации, все, что между Западом и Востоком происходит, но ведь, посмотрите, Росатом сегодня строит 22 энергоблока в 7 стран, и это по всему миру фактически. То есть вот как раз эта тема и говорит о том, что, во-первых, это 80% всего мирового рынка сооружений атомных станций, да, это первое, и второе, ведь надо жить и развиваться, и чтобы население, в общем-то, себя хорошо чувствовало, поэтому конфронтация конфронтацией, но, тем не менее, большинство стран пришли к тому, что атомная энергетика должна быть включена в экономику каждой страны, поэтому сегодня мы наблюдаем. А то, что сегодня наша делегация находится в Вене, это еще лишний раз подтверждает, что мы сегодня по, в общем-то, фактически совместно работая с МАГАТЭ, с такой уникальной международной организацией, которой надо отдать должное, да, не глядя ни на какие вопросы, свою линию выдержала, значит, помогли нам разобраться в международных направлениях деятельности, то есть оказывали поддержку с применением международных норм безопасности для того, чтобы наша атомная станция была построена и была безопасной. Ну и понятно, что Ольга Михайловна, начальник департамента, да, она выступала, конечно же, такое национальное заявление было у нее довольно интересное, потому что оно опиралось на выводы и на заключения экспертов МАГАТЭ, которые именно сделали акцент на том, что вот именно Республика Беларусь придает большое значение безопасности и безопасной работе и надежности атомной электростанции. И то, что мы выполнили все те необходимые пункты, которые были предписаны нам МАГАТЭ, это раз. Второе, это нужно отметить еще 11 направлений, это передовой опыт, который может быть, ну, положительные практики в атомной энергетике, которые могут послужить, в общем-то, примерами для других стран. То есть сегодня мы не только выполнили по пунктам то, что нам было предписано в период строительства атомной станции, запуска, и сейчас миссии МАГАТЭ тоже были, а еще мы и развивали это направление. Это очень важно. И то, что, значит, наша делегация там находится, это говорит о многом и свидетельствует о том, что мы сегодня уже, ну, наверное, нас уже нельзя считать страной-новичком, потому что мы прошли такой серьезный опыт. Ну, действительно, страной-новичком считать не надо, потому как можем уже опытом, собственно говоря, и делиться. Жанна Николаевна, про международное государство, член, да, так что в атомной компании, скажем так, уже государство-членом считаемся. Да, Жанна Николаевна, ну, будем говорить так, про международку поговорили, давайте про внутрибелорусскую повестку. Вот БелАЭС находится в режиме полноценной эксплуатации. На протяжении прошлого года мы с вами несколько раз в программе «Мнение» прогнозировали о том, какой даст эффект на нашу экономику полноценный пуск станции в островце, но вот все-таки какое-то время прошло, да, какие-то промежуточные итоги подводить можно, и даже разверну. Давайте, может быть, не по сухой статистике, а вот что может увидеть обычный гражданин? Конечно, мы с вами неоднократно говорили о том, что это запуск атомной станции, это вообще исторический момент в жизни нашей страны, это однозначно, 100%. Понятно, что каждый человек должен понимать, что мы, не имея запасов природных ресурсов, таких как газ, например, да, а ведь мы ежегодно, значит, импортируем более 20 миллиардов кубических метров газа. Представляете, какая-то колоссальная экономия, когда вот мы уже эту экономию можем направлять на внутренние дела и на внутренние вопросы, да. Следующее, конечно, это экология и экономика. Это очень важно, потому что сокращаются выбросы парниковых газов, и на довольно большой, ну, более 7 миллионов тонн фактически в год мы, в общем-то, не будем выбрасывать в атмосферный воздух. Также можно даже сказать о том, начиная с Островецкого района, да, когда строилась атомная станция, было привлечено для строительства более 8 тысяч рабочих. Это рабочие места и довольно оплачиваемая хорошо работа была. Помимо этого, сегодня на атомной станции работают почти 2,5 тысячи человек. Помимо этого, обслуживание, как и самой атомной станции, и самого района Островецкого, который сегодня получил, конечно же, развитие, более 15 тысяч в эту сферу, значит, включены. Надо еще и сказать о том, что повысилась заработная плата. И Островецкий район сегодня, средняя заработная плата, они входят в тройку. Наполнение бюджета района почти 50% дает атомная станция. То есть, вот посмотрите, как от инфраструктуры, самого развития региона и области в том числе, потому что это влияет на жизнь всех людей. Конечно, государственные задачи мы здесь видим сразу, однозначно, это, мы уже ранее тоже это обсуждали, хорошие возможности для того, чтобы развивать электротранспорт и инфраструктуру необходимую, и люди уже, наше население видят это. Я вижу, что многие ездят на автомобилях, в общем-то, фактически, зеленая экономика просматривается. Я уж так смотрю, с зелеными номерами много-много. Ну и еще один момент важный, и который сегодня получил серьезное развитие, уже реализованы проекты, это использование вот именно этой электроэнергии для подогрева воды, для отопления. Это настолько колоссально и важно для жителей сельской местности, потому что дров запасаться не надо, носить не надо, печки топить не надо. То есть сегодня приобретается конвектор, устанавливается, греет хорошо, значит, держит температуру хорошо, подогрев воды, приготовление пищи. То есть это все, вот как раз сегодня выбраны были пилотные проекты, они реализованы, и теперь в каждом районе Республики Беларусь реализовываются проекты по электрификации. Постепенно будет охвачено все больше и больше территорий, и, конечно же, это улучшит жизнь каждого человека. Вот это мы видим сегодня. И разговаривая уже с населением, те, которые познакомились с электрификацией населенных пунктов, своих домов, конечно, люди очень довольны. Настолько довольны, что сегодня это облегчение большое, серьезное. И на расстоянии можно использовать, скажем так, свой телефон для того, чтобы задать температуру, если где-то долго был в отпуске или куда-то еще ездил, ты приезжаешь, через два часа у тебя уже в доме хорошая комфортная температура. То есть это открываются новые перспективы. Я уже не говорю, что атомная энергетика, она еще и приводит, скажем так, инновацию в экономике. Это развиваться будет совершенно высокотехнологичные направления в науке, медицине, сельском хозяйстве, промышленности. То есть постепенно каждый человек почувствует вот именно эту выгоду. Поэтому сегодня вот одна атомная станция, она, в принципе, два энергоблока закрывает, ну, наверное, потребности треть Республики Беларусь. Поэтому выгода очевидна. И я думаю, что сегодня каждого спросить, люди уже это видят. Пройдет еще чуть-чуть времени немножко, чтобы мы уже круглый год закрыли, и тогда можно будет говорить, посчитать экономию и посчитать все вот эти выгоды. Жанна Николаевна, давно мы с вами в эфире работаем, вот такие у нас все объявляющие разговоры получаются, но предлагаю вам попробовать новый формат. Значит, остается у нас буквально две минуты эфира, но есть у меня еще два вопроса, поэтому, если готовы, такой экспресс-опрос. Первый вопрос, буквально по 30 секунд на ответ. Значит, первый вопрос. Знаю, что между Москвой и Минском обсуждается возможность строительства третьего энергоблока атомной станции в Островце. Как считаете, насколько масштабным может быть эффект? Да, должно быть, потому что в октябре 2023 года глава государства говорил о том, что надо было бы подумать о второй атомной станции. На сегодняшний день и Лихачев, это подтверждает глава Росатом. И сегодня рассматриваются два вопроса. Либо строительство атомной станции на юге страны, это Могилевская область, либо продолжаем развивать, значит, у Гродненской области на территории Островецкой АЭС. Жанна Николаевна, ну и завершающий вопрос, значит, тоже коротенько, если можно, прекрасно у нас с вами получается. Вы председатель постоянной комиссии по экологии и вопросам природопользования. Поделитесь секретом, о чем в конкретный момент и в среднесрочной перспективе сосредоточено внимание вашей комиссии. Государственная политика наша направлена на то, чтобы сохранить нашу окружающую среду, наши природные территории в таком состоянии, хотя бы в котором они находятся сейчас. Поэтому все законотворчество направлено будет и на эту тему. Хочу сказать, что ближайшее будущее у нас комиссию придет в совершенно новый, раньше у нас не было такого закона, экологический кодекс. Мы будем работать еще, вносить изменения и дополнения в водный кодекс, кодекс о недрах и об обращении с отходами. Это вот ближайшее на перспективу направление работы. Жанна Николаевна, ну а теперь позвольте вам сказать огромнейшее спасибо за уделенное время и за такой действительно всеобъемлющий разговор и за возможность услышать ваше мнение в нашем эфире. До свидания. До свидания. Продолжим разговор через считанные секунды. Не переключайтесь. С нами на связи заместитель начальника службы, начальник отдела радиационного контроля государственного учреждения Республиканский Центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Зоя Трофимчик. Зоя Ивановна, добрый день. Добрый день. Беларусь имеет огромный опыт преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Несомненно, крайне важно этот опыт масштабировать и на современные реалии. Вот расскажите, поддерживается ли в данный момент на территории нашей страны постоянный контроль за радиационным фоном и, в принципе, если да, то каким образом это организовано? Благодарю вас за вопрос. И он позволяет мне сразу ответить, что до Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь было всего лишь несколько пунктов наблюдения и радиационного мониторинга. Чернобыльская катастрофа научила и руководство страны, и специалистов, и науку, что нужно иметь полную готовность и знать радиационную обстановку в любом периоде. И после катастрофы было организовано сотни пунктов наблюдения радиационной обстановки, радиационного мониторинга. Со временем ситуация была полностью отконтролирована, было понятно, как и уровень после Чернобыля. И на сегодняшний день на системной основе проводится радиационный мониторинг по всей территории Республики Беларусь. А это 120 пунктов наблюдений за всеми объектами окружающей среды. Это и воздух, это и поверхностная подземная водичка, это почва. И, конечно, как раз-таки, вот как вы сказали, чернобыльский опыт привел к тому пониманию и организации вот этих измерений, контроля по очень многим параметрам радиационным. Это и ЙОК-131, первый маркер, что произошло где-то какое-то событие. Это и радиоактивные изотопы ЦЕЗИ-137 и Строн-Ц-90. Это и суммарная альфа- и бета-активности во всех объектах окружающей среды. Зоя Ивановна, позвольте следующий вопрос. Вот если говорить комплексно, то что можно сказать о радиационном фоне, радиологической обстановке на территории нашей страны в данный момент? Даже разверну свое задание, что называется. Вот какова вообще динамика вопроса? Она положительная? И еще один вытекающий вопрос. Вот когда можно будет точно сказать, что страна оправилась от последствий катастрофы на ЧАЭС? Благодарю тоже за этот вопрос. Мы рады сообщить нашим слушателям и гомельчанам особенно, поскольку все же после чернобыльской катастрофы мы знаем, что наиболее пострадавшие это Гомельская и Могилевская области. Радиационная обстановка стабильна. Что касается постчернобыльского загрязнения, то, конечно, прошло 38 лет и медленно, поступательно идет улучшение радиационной обстановки, вызванное загрязнением прежде всего ЦЕЗИМ-137 и СТРОНЦИМ-90. Это улучшение вызвано, конечно же, физическими процессами полураспада данных радионуклида. ЦЕЗИМ-7 почти 10 лет полураспад, СТРОНЦИМ-90 по 30 лет. Прошло 38 лет, поэтому сегодня национальный доклад по чернобыльской проблематике, который выпускает МЧС и Департамент по ядерной рационной безопасности МЧС констатирует, что 38 лет спустя это уже не 23% пострадавшей территории, а 12% пострадавшей территории. Тем не менее, мы видим, что проблема сохраняется. Что касается Белгидромета и Минприроды нашей высшестоящей организации, то законом о правовом режиме территории пострадавшей чернобыльской катастрофы на наше ведомство возложена задача оценки плотности загрязнения как раз-таки ЦЕЗИМ-137 и Плутонием населенных пунктов и объектов. По результатам нашей работы, которую мы проводим путем подбора конкретно в этих населенных пунктах почвы и определения содержания радионуклидов, последний перечень содержит 2022 населенных пунктов. Достаточно хорошая новость, позволю себе так сказать, состоит в том, что из этого количества пунктов все же порядка 1800 находится в самой щадящей зоне. Это зона с периодическим контролем радиоактивного загрязнения. А уже совсем мало осталось пунктов в зоне с правом отселения или те, которые были отселены в первые годы после чернобыльской аварии. И, конечно, мы готовим информацию для нового перечня. И в этом году будем выполнять инструментальные исследования путем выезда в конкретные населенные пункты. И к 26-му году будет готовиться очередной перечень. Уже сегодняшний прогноз показывает, что можно ожидать уменьшение поступательного количества пунктов в зонах загрязнения. Обстановка стабильна. На территории Республики Беларусь негативных трендах не выявлено. Зоя Ивановна, ну вот позволю себе такие факты привести в наш эфир. Значит, запустили в полноценную эксплуатацию БелАЭС. Понятно, что с вводом в эксплуатацию станции в Островце вопрос контроля за радиационным фоном приобрел большую актуальность. Вот расскажите, как это повлияло событие на общую, скажем так, картину по стране? И вопрос вытекающий, вот применяются ли какие-то новые технологии либо особые методы при контроле радиационного фона конкретно в Островецком районе? Также большое спасибо за этот вопрос, который позволяет мне познакомить слушателей наших уважаемых гамильчан с тем, что важно первое отметить, что опять-таки вот этот Чернобыльский урок, но еще и международное требование, которое в полном объеме выполняет Республика Беларусь. Из организации первой ядерной программы радиационный мониторинг в районе Беларусской АЭС уже был организован на этапе строительства. С 2018 года были введены 10 пунктов наблюдений. Три за состоянием воздуха, три за состоянием водички, это и озеро Нарыч, и озеро Сир, и река Вилия. И также четыре пункта наблюдений за поведением радионуклидов в почве. Важной составляющей является оперативный контроль радиационной обстановки, а это система так называемая ОСКРО. Установлены 10 пунктов наблюдений, и каждые 10 минут мы получаем данные из района Беларусской АЭС о мощности дозы. Констатируем, что с 2018 года и с 2020 года, когда был введен первый блок, и 2023 год, и на сегодняшний момент уже работают два блока по полную силу, мы ни разу не зафиксировали какого-то изменения радиационного фона. А позволю себе напомнить, что до Чернобыльских радиационных фон установлен 0,20 микрозиверта в час, то в районе Беларусской АЭС это, как правило, до 0,10 микрозиверта в час, что показывает, что вод Беларусская АЭС никоим образом не повлияла на состояние радиационной обстановки. И прогнозные значения мы видим позитивными, потому что, сравнивая, как было на этапе строительства и после Будда, мы не видим никаких негативных трендов и под стационарным пунктом воздух, водичка, почва. Все остается в пределах таких же значений, которые мы фиксировали в 2018 году. За Ивана, немного времени у нас остается, но есть еще несколько вопросов, не могу не спросить. Вот не только же мы атомную электростанцию построили, есть подобные объекты и в Российской Федерации, и на территории Украины, и у наших западных соседей. Поляки собираются строить станцию, почему-то не могу не вспомнить, пусть и закрытую уже, да, Игнолинскую АЭС. Вот есть ли у Республики Беларусь технологии, которые позволяют отслеживать радиационный фон, либо как-то прогнозировать вот такие моменты за пределами нашей страны, чтобы не чувствовать угрозы, грубо говоря? Это, на мой взгляд, является важнейшим вопросом для информирования наших слушателей. Может быть, я скажу, что не за пределами даже страны, а в пределах влияния станций, атомных объектов соседних государств на нашу территорию. И, конечно же, мы будем говорить здесь о наших соседях, это Россия, Украина, как вы правильно сказали, Литва пусть и выводится из ворота Игнолинская АЭС, то это, конечно же, установлены тоже после Чернобыля в годы руководством страны и специалистами системы, автоматические системы контроля радиационной обстановки. И в районе Чернобыльской АЭС, Ровенской, Смоленской, Игнолинской, и вот собственная АЭС, которая, собственно, белорусская, которая упоминала буквально несколько минут назад. Это позволяет нам полностью контролировать в автоматическом режиме обстановку. Также мы констатируем, что она стабильна и тоже ни разу не было превышений естественного радиационного фона в 0,20 микрозиверта в час. Важным инструментом, позвольте отметить, вот за пределами страны является устойчивое взаимодействие Республики Беларусь с Международным агентством по атомной энергии. И при соединении Республики Беларусь, как говорит МАГАТЭК, был в аварийном конвенции. Это оперативное оповещение о ядерных авариях и оказание помощи в случае ядерных аварий. Здесь контакт находится Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, с которым мы активно взаимодействуем, передаем данные. И в случае, не дай бог, какой-то ситуации Республика Беларусь также будет проинформирована, как и все страны-члены, о каком-то инциденте или аварии. — Зая Ивановна, ну и завершающий вопрос. Вот давайте о простом, что называется. Вот я, как обычный гражданин, могу ли где-то на специализированных, пускай, ресурсах посмотреть в онлайне, в режиме онлайн, да, какую-то общую картину радиационного фона в Республике Беларусь? И вопрос второй, который тоже наверняка многих интересует. Вот сейчас начинается огородный сезон, будем его так называть, начинается сезон сбора ягод, сбора григов. Вот где-то можно вообще, куда обращаться для того, чтобы проверить вообще, можно ли эти продукты употреблять в пищу? — Большое спасибо за эти вопросы. Что касается уточнить простому человеку обстановку, здесь я сразу скажу, чтобы наших уважаемых соотечественников и гостей Республики Беларусь посещать сайт Белгидромета, сайт Рад.Орг.Бай, а также главного информационно-аналитического центра национальной системы мониторинга окружающей страны и Минприроды. На всех этих сайтах будет информация икортированная о стационарных пунктах нашего рабомониторинга и будет содержаться информация, прежде всего, о стационарных пунктах мониторинга ежедневно. Уже звучит не первый раз вопрос передачи информации с автоматических пунктов мониторинга. Сейчас мы это тоже обсуждаем, но, пользуясь случаем, скажу, что Белорусская атомная станция уже реализовала такой подход и на сайте Белорусской атомной станции мы можем видеть уже онлайн данные системы АСКРО. К слову, у нас подписано соглашение, и мы, Белорусская гидронет и Белорусская обмениваемся данными по мощности дозы и другим параметрам, чтобы с обеих сторон держать ситуацию под контролем. Что касается второго вопроса, продукты, ягоды, грибной сезон, позвольте отметить, что в стране после Чернобыля создана тоже система радиационного контроля, не только радиационного мониторинга. Это очень много станций, лабораторий, которые оснащены отличным оборудованием и высоко квалифицированными специалистами, которые проверяют и продукты, и древесину, и то, что, собственно говоря, подлежит проверке в сертифицированных лабораториях. Это и на рынках можно сделать, можно сделать в санэпидемстанциях, в лесхозах. К слову сказать, на сайтах лесхозов можно найти картирование и видеть наиболее опасные и участки территории лесового леса, для завсегдатаев леса и для учителей сбора ягод и грибов. Поэтому, конечно, мы настоятельно рекомендуем не отказываться от сбора, но проверять продукцию лесной в обленных местах. Зоя Ивановна, позвольте вам сказать огромнейшее спасибо за уделенное время и за такой действительно содержательный разговор и за возможность ваше профессиональное мнение в нашем эфире услышать. До свидания. Благодарю вас. В завершении разговора хочется еще раз отметить, что в Беларуси контроль за работой БелАЭС, а также контроль радиационной обстановки всегда осуществляется на самом высоком уровне. Спасибо, что смотрели. Это телеканал Беларусь и Тарегомель. Михаил Садовский. До свидания.